Традиции в конце каждого сезона встречаться с болельщиками руководство футбольного клуба «Текстильщик» минувшим летом впервые изменило. Слишком маленьким на этот раз оказалось межсезонье. Теперь на экваторе первенства перед долгим зимним перерывом руководители команды решили все же встретиться с болельщиками и ответить на интересующие их вопросы. Напомним, спортивное полугодие команда завершила на 10-м месте. 14 очков уделяет «Текстильщик» от первого и от последнего места. Надо понять, что здесь не сутринча, здесь пришли равноправные партнеры. И команду надо, во-первых, поблагодарить за проведенные 20 игр. С кровью, с потом, со сломанными черепами. Дмитрий Владимирович, по-моему, потерял килограммов 10 веса Иванова. Ты так смотрел и взял, да? Нет? Не взвешивался. Андрей исхудал. То есть команда переживает, то есть команде свои эмоции. И задавать вопросы можно, но для начала надо, вот я честно говорю, хочу сказать спасибо. Сомнений в том, что нынешнее положение команды тоже далось ей нелегко, фанатов нет. Но вопроса, в чем руководство команды видит причину такого падения «Текстильщика» прошлогоднего лидера турнира, Дмитрию Парфенову избежать не удалось. Сезон такой был положительный. И думали, наверное, так же, как и игроки. Ну и где-то, может, и мы тоже подумали, что мы так же и войдем спокойно в этот сезон. Получилось, все равно взяли новых игроков, новых ребят. И все равно нужно время. Время вы сами видели. Месяц, месяц, плюс неделя, там у ребят на отдых чуть больше было. То есть у нас, в принципе, три недели было для подготовки к следующему чемпионату. Где-то потеря, наверное, тоже игрока, который тоже многое определял в нашей игре. Которого мы тоже готовили. Под него где-то и выстраивалась и атакующая схема. Наставник красно-черных за команду переживает не меньше, а может даже и больше остальных. Во всем происходящем Дмитрий Парфенов видит и свою вину. Очень много роковых ошибок, знаете. Допускаем ошибку, бывало, за нее прощают, в этом сезоне не прощают. Но это все как раз и ведет к тому, что как раз потеря концентрации будет и игроков, и нашей, и сказывается. Кроме прочего, болельщиков интересует, стоит ли ожидать новых игроков в составе клуба. С одной стороны, надо. И думаем о том, кого. Но, во-первых, основная масса вся на контракт в клубах. Плохих игроков нам не надо. Если приобретать, то людей, которые сильнее тех, кто есть. У нас и так, я говорю, еще неплохая команда. Поменять одного на такого же второго, на такого же, ну смысл какой? Невидимо. Эти люди уже полгода хотя бы тут притерлись. Хотя бы в городе кто-то обжился. Поэтому здесь тоже вопрос, будет что-то хорошее приобретем. Но опять приобретая, это лишние финансы, контракты уже действующие у людей нет. Первая половина нынешнего сезона, по мнению руководства клуба, кратковременный сбой, обидный, но не смертельный. Ухап на пути ФНЛ. Мы будем стремиться к тому, чтобы наш клуб был сильным. Но сесть на то, что вот вы это вот так, кровофизм, все обязаны, ну не всегда все получается, к сожалению. И у вас, наверное, в жизни не всегда получается все, как вы хотите. И за это людей там, не скажу грубо, там, принижать чего-то, ну, наверное, это неправильно. Если мы вместе, давайте мы не только в хорошие времена, когда всем хорошо, а и когда трудно, все-таки клуб помогает. Руководство и игроки всеми силами будут пытаться исправить положение дел. Но и зрители не должны отворачиваться от команды во время этой черной полосы. А вместе справиться с неудачами будет проще. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.